Это будет актуально Я извиняюсь Ну что, поехали Итак, первая игра сегодняшнего дня Starladder Four Friends против 3D Clan Обе команды потеряли все шансы На попадание в плей-офф Да и, честно говоря, вообще про Такую команду, как 3D Clan Я могу только догадываться, что же у них там происходит Состав команды Four Friends Стрэнгби, Эрезлока, Бумски, Чирили, Нойс Это их основной состав И достаточно постоянный Что касается команды 3D Седой Сталионер Соло Женек и Жотом Медвед Женек и Жотом Медвед на стендинге И по поводу того Что вообще будет происходить С командой 3D после ухода Дреда Шарфика После ухода Нексуса В запой, я не знаю Виспо Бэтрайдер в бане от Four Friends И First Pick Shadow Demons Что очень-очень необычно Отвечают Котлом Никсом И, ну, баном Котла Никса Забирают Магнуса Лайфстиллера Сегодня появилось на сайте ВП переведенное интервью с Браксом Советую почитать Сам почитал Сам подумал Первый же комментарий к этому интервью Оставил НС Очень интересно Ну, то есть так, с фидбэком Почитайте Почитайте Можете прямо сейчас Это сделать Комментарии по поводу ФПСа в игре Пожалуй, лучше оставлять Непосредственно в игре Сейчас его и оценить будет тяжело И, в общем И я в альтабе Практически Весь пик За исключением там Нескольких секунд Какие-то вопросы в ВК Тарксир Хороший выбор И Лун Друид Ну что ж, отлично Так, все Пора закрывать ВК Главный вопрос дня 4 или 6 6 или 4 Ответ Если кто не поедет То 4 Если поедут все То 6 Каспер Алан в финалах СЛТВ Ну какой бред Какой бред Если это реально так Ну это будет просто провал Это все равно, что, знаете Сделать Плей-офф Там, скажем В НХЛ Чтобы попадали 8 команд Все будут биться А потом взять И набрать Все команды Я, конечно, понимаю Что очень хочется И, видимо, с коммерческой точки зрения Выгодно увидеть На лан-финалах И Нави И Эмпайр Но, вот понимаете Если они 6 команд Сделают То фактически Матчи ВП Вообще ничего не решают Они могут проиграть 2 своих матча И еще и поехать Да они не могут проиграть 2 своих матча И поехать Они проиграют Свою матчу И поедут Просто бред А если сегодня выигрывают То гарантированно едут Зачем так делать Я не знаю Во-первых Ну, реально Лучше, на мой взгляд Оставить 4 команды Чтобы они грызлись И боролись Либо уж заранее Анонсировать 6 Но Все в их руках С другой стороны Увидеть, конечно Лани Нави Эмпайр Это будет круто Посмотреть на Последнее выступление Нави Перед их отъездом В Китай Борода Крэзи красиво все сделал Жал, потом отдалься глупо Да Но вообще На самом деле По этому поводу Я вчера Сделал Один простой вывод И зарекся Вообще Говорить что-то О настрой игроков Ну то есть как Может быть я буду об этом говорить О их мотивации О их настрое Но никак не в утвердительной форме То есть Вроде бы небольшой турнир Вроде бы не так все важно Но Как оказалось Игроки ВП Очень хотели победить Потому что их уже достало Это вечное топ-2 Топ-3 На них хотели взять топ-1 Хотя бы для начала здесь И Ярослав написал вчера В своем контакте Что Приложит Ну его это очень сильно Надоело ему это И он приложит абсолютно все усилия Для того Чтобы на диффенсе Взять первое место Чтобы наконец-то Где-то Взять Топ-1 Напоминаю Что 23-го числа В Москве Состоится В Химках точнее Состоится Техлапс Приходите И в перерыве Между матчами Покажу одно Очень занимательное видео Я думаю Вам понравится Тем кто не видел Тем кто видел Уже успел поржать Ну и В эту пятницу В эту пятницу В 16.00 По Москве Состоится Вторая серия игр Команды Виртус Про Плюс Мелл Шторм Против зрителей Против фанатов Как всегда В группу Через группу Вконтакте Все это дело пойдет Но в общем-то Подробности Написаны В новости Вот такие вот дела Гирокоптер Дарксир В бане Бэйн В бане Рубик В бане Шторм Сами забанили Бэйна Это достаточно Интересно Кунка Лина Энчандрос В бане От 3D Берут они себе Квапу И последний Пик Фо Фрэнс Чен Ну и видно Что они Будут играть Через гирокоптера Причем на легкой линии Чен Шадоу Демоном Его будут защищать Видимо Дарксир Либо Мишка Пойдет Мид Ну и соответственно Мишка Либо Дарксир Пойдет Пойдут Сложную По такой Ситуации Сложно сказать Кто пойдет Куда Ну посмотрим Магнус Лайфстилер Профит Квапа Вообще Пик 3D Мне чуть побольше нравится Такой мобильный Много нюков Хорошие дизейблеры Хороший кэрри Но Пик Фо Фрэнс Вполне способен Крэйзи За 3-4 месяца Нереально вырос Ошибок гораздо меньше стало Ну да Еще хотел бы добавить Что вот после вчерашнего поражения Я даже сильно не расстроился Почему Объясню Когда ВП только собрались У меня были большие опасения Что они так и останутся Где-то на задворках Будут играть плохо Не будут расти Но вот просто Проанализировав То как команда играет Вот именно Вспомнив там Начало Вспомнив Сентябрь Октябрь Ноябрь Потом вспомнив Январь Этого года уже Вспомнив Февраль Март Я понимаю Что Команда реально Растет И все ее звенья Без исключения Это очень приятно Да Я поэтому Не собираюсь Стримить ВП сегодня Потому что Во-первых Ну если 6 команд Едут на Старладер То вообще Я вообще не хочу Даже ничего Стримить На этом Старладере Окончание Группового этапа Я имею ввиду Дайте Отключу Что касается Если все-таки 4 команды Поедут И кто-то Откажет Ну я так понимаю 4 команды Поедут Только если Кто-то Откажется В общем 4 команды Кто-то Один Откажется То есть Не два 4 команды Будет посмотреть Интереснее Потому что Реально Завтра Мы будем ВП Будут биться За квоту И Причем Даже если Там что-то Пойдет Не так Я думаю Задним числом Не очень Ну я короче Буду не рад Если все равно Сделают Даже если ВП будет все плохо То есть здесь Не в том Положении Что ВП попадают На остальных Мне пофиг Здесь именно Положение в том Что надо делать Как-то по-честному Что-ли А не менять Регламент В серединке Бастион Здорово Ну что ж Женек играет На Парейшене Против него С ним Точнее Жотом Медвед Обращаю Ваше Внимание На то Что Эрозлока И Стрэнгби Решили Пойти В даблу На сложную Очень Интересное Решение Мишку Оставили В легкую Ну да В принципе Так Будет легче Мишки Дарксиры Действительно Поставили Мид Чена Почему-то Направили В свой лес Но уж Играйте Тогда с Ченом В чужом лесу Но я думаю Он подключится Обязательно В итоге Магнус у нас Против Мишки Здесь какая-то Дабла На даблу Дабла В принципе Неплохая И Оперейшен Лайфстиллер Ну не будет Им легко Против вертолета Но другой вопрос В том что Если бы сюда Сейчас пришел Чен Было бы вообще Все замечательно Ну а Соло Отправляется на профите В чужой тоже лес Он уверен Что видимо Чен Вы к лесу Ну и Чен сюда Идет Да посмотрим Я все-таки Думал что Сыграют Поаккуратнее ForFriends Менее агрессивно Ну вот решили Они сделать так Возможно правильно Посмотрим А что по поводу FPS Напишите Вот сейчас Вы видите Картинку На своих экранах Какой Ну нормальная Картинка Или все-таки Немножечко Есть Так Такие Дергания Которые были Вчера У меня то Идеальная Картинка Просто Просто идеальная Дарксир Не дает Квапа ему фармить Хорошо Денает Крипов Посмотрите Всех Переденайл Четырех Крипов Уже Ну из этой пачки Практически всех Оперейшн идет Отводить Здесь уже Бумские Начения Лондруид Залетает К Магнусу Ну Магнус Не должен Сильно Проседать Не должен Так сильно Терпеть Ой Мишку Можно убить Да Убивает Медведя Получается 100 голды Это очень Хороший Момент Выходит Чен Ставится Сентряк Видит Сентряк Оппонента Точнее Обсервер Оппонента Сбивают Его Теперь Контроля Карты Здесь нет Будет Немножечко Страшно Но В принципе Выходить На эту Гулю И Оперешена Тяжело Потому что Если Гулю Ты еще Зацепить Можешь То Оперешена Нет Нужно Делать Все Очень Хорошо На Пуш Не похоже Нет Ни Возилок Ничего Скорее Всего Просто Будут Поджимать Лайфстилера С аппаратом Ох Влетает Нечер Профит Ну Нету Мана Абсолютно Пытается Заблочить Пеньком Неплохо Блочит Пеньком Да Кстати Говоря Вот Этот Это Может Б ФБ Сейчас Очень Здорово Блочит И Буквально Чуть Еще Не Хватает Нет Соло Все Сделал Как Мог Но Не Вышло В общем Эти Ребята Из Шведы Они Частенько Берут Лондруиды Я Вот Сейчас Вспоминаю Что У них Вот Этот Парень Всегда Играет На Лондруиде Это Его Любимый Герой Ну Хараст Аппарэйшна Хараст Лайфстилера Готов Кентавр Выбежать Лайфстилер Грамотно Отходит Выбегает Кентавр Просветили Аппарату Тот съел Две Ёлки Нужно Есть Третью Ёлку Замедлили Чена Бьют Аппарат Это ФБ На аппарате Ну И Чен Отдался Ой Разлок Тоже Умрет Скорее Всего Последний Орех Имулетит От вышки Нет Не влетает И Удар Еще один Профит В соло Влетает Ракета Очень хорошо Сейчас Чен Блочит Кентавром Посмотрите Спасает Жизнь Шадоу Демону Шадоу Демону Спасает Жизнь Еще и сам Выживает Застанем Жотом Медведа Ну Сейчас Шведы Все Очень здорово Сделали Рокет Бараш Пошел Сол Кэтчер Ой Ой Как больно Сейчас будет Спрятали Иначе Профит Скорее Всего Будет Минус Но Аэрозлок Тоже Вряд Ли Выживет Ничер Профит Действительно Минус Аэрозлока Уходит На 80 ХП Очень здорово Отыграл Сейчас Ну Вот мы Видим Как шведы Здорово Поджали Российскую Команду Очень здорово Забрали ФБ На Опарэйшене Да Потом Потеряли Чены Но Заставили Уйти Профита С линии Убили Этого Профита И не Потеряли При этом Своего Шадоу Демона Который Чудом Таки Спасся Ой Сейчас Магнус Если Прикопает Ему ГГ Все Магнус Умер Нет Отпивается Из бутылки Все Два раза Прикопка Прошла Профит Закрывает Лондруида Сейчас Еще и Профит Может Нафидить Нужно Чтоб Вышка Не била Медведь Ну Подвинь Ты его Что Такой Баран Ни Одни Корни Не проходят Сейчас Все Пройдут Корни Это Минус Будет Да И сам Перекастовался В этот момент Форма Великолепная Игра От Лондруида Забирает Двоих Даже Я бы сказал Ошибка От Профита Потому Что Если Блон Друид Не танковал Своим Мишкой Под Тауером Он Сделал Это Все Гораздо Проще А теперь Он Еще Переключился В ульту 140 ХП Сейчас Захилиться Нет Не захилиться С Транквилами Просто Бежит Домой Чтобы Быстрее Добежать Дорегениться И у Медведя Все Отлично Потому Что Он Сейчас Добл Кил У него Седьмой Левел Разом У Магнус Все Еще Пятый Нейчер Профит Умирает Второй Раз Подряд И Все У него Плохо Да Шведы Пока Что Действуют Лучше Ну Вот Собственно Горя Их Преимущество Их Медвед Невероятно Силен Получается По факту Так По поводу Фризов Сейчас Пока Норм Говорят Ну Значит Все Это Было В Обновлении Винды Просто Спрятали Аппарата Выгрызаются В разлух И телепортируют А того Не успеет Нет Слишком Много Апарейшн Тоже Убивают Гирокоптер На Транквил Пытается уйти Не успевает У Соло Все У Соло Короче Все Не слава богу Получилось Тут Не дозапер Тут Не дозапер Жотный Медвед Бежит Вгрызается В сову Сову Попробую Еще пробей С этим Количеством Армора Да Соло Конечно Без комментариев Действительно Я согласен С этим Ну Лол Вообще По поводу ФПС Еще раз Вернусь К этому Вопросу Да не должно Быть Не должно По идее Не должен Проседать Потому что я же ничего не менял Одно дело Если бы я там повысил Качество Битрейт Там что-нибудь еще И просил бы ФПС А я ничего не менял С прошедших там Трансляций Когда было хорошо И скорее всего Действительно вопрос Ой-ой-ой Сидому плохо Больно Сидому Его копает Его убивает Его Умирает Несмотря на то Что Все Что мог Сделал не так Медведь Но в плане того Что бежал сам А Мишку Почему-то Как-то заблочил Купить сейчас Фейзы Медведю Чтобы просто Этого Магнуса Унижать На линии Снизу Гирокоптер Харасит Флагкэноном Не Фо Фрэнс Здесь выглядит Получше У 3D Такой вообще Какой-то Знаете Даже Да Игра Конечно Доставляет Съел пачку Орехов Шадоу Демон От вышки Будет Денайд Не смог Заденайд Желтый Медвед На миде Вообще Ребята Ничего не делал Ну Если В случае С Дарксиром Это нормально То есть Он как раз Оптимально Живет до своего 11 левела Мекки Там Какого-нибудь 12 левела Мекки Чтобы быть Максимально Эффективным То Квапета Уже нужно Врываться Вот Седова Опять Прикопала Ой-ой-ой Ай-ай-ай Апарэшна Снизу Стерли Что же делать Лайфстиллер Вынужден Уходить Нижняя Линия Проиграна Минус Вышка Две Смерти По-моему На 3 Или даже На 4 Сверху Лондруид Два раза Убил Магнуса Еще Убил Профита Хорошо Попал По мишке Прикопался Стань его Достань его Ну что ты Реверсполярить И где Ну Ой Такой Вообще Квапа Пришла К медведю Лол Он еще Сгрызет Седова Сейчас Нет Седой Выживает Хорошую Хорошую Волну Дал Если бы не Дал эту волну Было бы Все совсем Плохо Не Медведь Тоже Я уж Извиняюсь Реально Пар Просто Взял Без формы Что-то Наполучал Кучу Вол Из-за этого Умер Просто Набросто Хотя Просто Включи Форму И бей Этого Магнуса В форме Все равно Он тебе Вплотную Подходит ХП Будет Гораздо Больше 400 И 250 650 Дополнительных ХП 650 Дополнительных ХП Это в Виталити Бустерах Больше Двух Штук А это Много Короче Фитфест Ну вот правильно Купил фейзы Чтобы грызть Этого Магнуса Но Фиданул После этого Правда Квапу Конечно Заставил Смид Оттянуться Но Это Все Мелочи Дарксир Дарксир Уже практически Смекой На самом деле Сейчас Вот вышка Упадет Он будет Смекой Заходит Кентавр Ай-яй-яй Ой-ой-ой Влетает Магнус Сурдж Не влетает Готовился Влететь Но Медведь Начинает С фейзами Грызть Под батл Краем 110 урона У мишки Мишка Естественно Уже С демолишем И ломает Вышки Очень быстро Посмотрите Просто На эту Панду Гирокоптеру Больно Сурджен гирокоптер Гирокоптер Уходит Все Никого Не поймали Смотрите Что делает Апарэйшн Женек Просто Женек Просто идет На фонтан Ну либо Тратит Фласку Да он ждет Наверное Когда спадет Последний Стик яда И тратит Фласку Пробежал Просто рядом С крипом А если бы это было В драке Он бы просто Умер на халяву Готовится Здесь То ли готовится Влетать То ли не готовится Влетать 200 монет Дамеки Дарксиру Вешает на себя Щиток Зачем Ну хотя правильно Хотя правильно Крипачены Здесь могут Быстро стереть Им особо Не потанкуешь Лучше повесить На себя Мало ли там Драка какая-то Начнется Спокойно Втроем Дефят Снизу при этом Фармит Лайфстиллер Лайфстиллер Себе приносит ТПшку У него есть Пауэртретс У него есть Стики Не более того Мишка на фрифарме На эншентах Гирокоптер уже Вдвоем остались Чен уходит в лес Ну и здесь Профит в лесу В общем все Что-то на миде Сгрудились Вот Разбили смоук Этот смоук Возможно не видели Да и конечно Не видели Лол Кто тут будет Смотреть на карту Медведь вообще В ус не дует Или дует Или не дует Ой Ой-ой-ой Меня забирают С пятнадцатером Что же делать Батлкрай Подтягивается Шадоу Демон Готовый Мстить Ну нет конечно Мишку уже стерли В пятером его стерли Вообще Медведь никак не отреагировал На то что с карты Исчезли просто Вот они стояли на миде И вдруг их внезапно нет Пушили пушили Пять минут Куда бы они могли пойти Ну как бы Медведи вообще Все равно Он свое дело знает Мека у Дарксира Дарксира все реально неплохо 59 крипов Ква пап 56 Дарксир 51 Мишка У Соло есть Мидас Это хорошо Ну и Гирокоптер С Транквилами Оп Призвал Мишку Судя по всему А не не призвал Мишку У него еще кулдаун на Медведя Но так как Медведь здесь сдох Поэтому Анимация Рэббита Высветилась Именно тут Чен Отправляет иллюзию Не решился он заходить Ну и правильно Его там сожрал было Лайфстиллер Ванды Несколько ударов Залез бы в крипа Вылез с крипа И просто добил У Чена кстати Пятый левел До сих пор Несмотря на то что идет Тринадцатая минута игры В инвизе В инвизе Господин Нойз Не знает что ему делать Вот хочется как-то убить Соло А вот как Не понимает Нашел Нашел способ Соло пытается заблочить Какой блок от Соло Вот это игра Феерия Не на самом деле От Дарксира От такого попробующего Беги Он кидает на себя щиток Если ты даешь ТП Он тебя стягивает Если ты просто Пытаешься убежать Ну в общем-то Вы все видели Попытался заблочить деревьями Ну Дарксир и деревья бы Прожег Короче Весьма-весьма Непростая ситуация И пушит вышку Магнус Готов влетать Ух ты Ворвался Магнус Без кьюера теперь Квапа Денает вышку Магнуса прикапывает На него зачем-то Вешает щиток Дарксир Квапа Раскастовывается В шадуу демона С ченом Хороший даблкил От квапы Мека Очень поздно Солкетчер На Магнусе Гирокоптер прилетает Дает неплохой ультимейт Квапу можно стереть Здорово сыграл гирокоптер Опарэйшн Ну Опарэйшн По-прежнему Такой же хлипкий Как и 5 минут назад Наверное Таким до конца Игры останется Ну Как бы это Опарэйшн У медведя 14 минут 2000 Фейзы Транквилы У медведя Все очень хорошо Очень хорошо Все у медведя Несмотря на то Что он там Два раза умер Но вот эти вот 2000 Что Что вообще происходит Сбивают ракету Медведя заперли Последний удар И Везет профиту Везет профиту Он смог улететь Но хоть в чем-то Должно этому профиту повести Короче вот такой вот Мишка К 20 минуте Я думаю Уже будет точно с Радиком Причем это будет Не просто Радик Это будет Радик с Фейзами Радик с Транквилами Орбов Веном Все как полагается Щитка только не хватает Но сейчас уже Щиток поздно покупать Кто по-твоему Лучший игрок За Магнусу Феррари По-моему Лучший игрок За Магнусу Меня немножко убило В интервью Бракса Кстати говоря Если вы не читали Да если вы читали Тоже То что Когда сказали Что приедут Нави Он сказал Что он Типа Особо не играл С Нави Но все равно Считает Что IG Лучшая команда Мира То есть Ну Такое Говорят не часто На самом деле То есть Да там Мы проиграли Обычно говорят Но Типа Мы в следующий раз Им покажем И Мы типа Молодцы А здесь вообще К вопросу Вроде о том Как он оценивает Свои шансы С Нави Он отвечает Что Молоджи Все равно Лучшая команда Мира Это же как Они всех там Просто Запугали Своим скиллом Не Я тоже Так считаю 1300 Дарксир Квопа Будет торчит Делать Ооо Да Ооо Вот это Урон Квопа Что то вообще И плохо стало Еще там Шадоу демон Не успел Почему то Ульту Накинуть Хотя Времени Было Предостаточно Он Накинул бы Ульту Она бы Замедлилась И бы еще Хотя бы удар Вписали И в принципе Ульта бы ее добила Заходит на Рошана Бумски Здесь же Лайфстилер Ну не отдадут Рошана Но в общем то И правильно Фуфрендс Отступают Это Чересчур Нагло Вот они Мне кажется Ошибку делают Сейчас Вы просто Посмотрите На эту Квопу 900 хп А Парэйшн 600 хп Даже Магнус 1000 хп И профит 800 хп Иди Доформи Свой Радианс Ты их Просто Сожжешь Всех Зачем Ты перепризвал Фулового Медведя Практически Ооо Боже Что они делают Не конечно Это сейчас Не так критично Но Зачем это было Дело Там еще больше Половины хп Было у Мишки Больше половины хп Это Косарь с лишним Заходит еще разок На Рошана Попытка Номер 2 Лайфстилер Уже тут готов Подтягивается Опять Магнус Вгрызаются В Чена К лайфстилеру Прилетел Возможно Армлет Ульт опорейшена Ульт стирает Чена Ульт опорейшена Никуда не влетает Попадают Медведи Медведи Нужно раскастовываться Хорошо Стирают медведи Герохоптер Герохоптер Вгрызается в лайфстилер Лайфстилеру больно Лайфстилер Переключает армлет Нет Умрет сейчас Лайфстилер Так и есть Сетка в Седово Седой выживет Шадоу демон Прячет Квапу Ну опять же Медведь совершает Какую-то непонятную Зачем идти на этого Рошана Там Магнус Который дерется В узких проходах Хорошо Там Апарейшен Который Как раз таки Не участвуя в драке Просто закидывает Свой ульт Попадает Уже больно Квапа Опять же Зачем туда ломиться Зачем нужен этот Рошан Иди форми свой Радианс Ты уже из-за этого Рошана Минут мне кажется Шесть потерял Ну меньше конечно На самом деле Но Три минуты точно А Лондруид покупает Армлет Ну все Тогда забей Не Ну он прав Наверное Он потерял столько Времени Радик здесь Уже не так круто будет У Квапы Уже тысячи хп Зато теперь У него нет мишки Шесть секунд Из-за того Что он его Перепризвал Тогда Фортификейшн Ну хороший Фортификейшн Но можно было Застанить Квапу Сетку Едать Тем временем Профит Снизу Сбивает Вышку Ставит ему Ракету Да и Профит Конечно Вряд ли Куда-то Уйдет Опять на Рошане Шли годы Рошан стоял Не ну сейчас Это реально Самая хорошая Ситуация Его забрать Ну понимаете Если вы выходите На такого Быстрого Рошана Ну вот этот Вот гражданин Вместо всяких Смоков И сентриков И веток Ну как бы Можно было ему 200 монет Еще добыть И купить себе Медаль С медалью Рошан бы упал Очень быстро Да сейчас Они его забирают Молодцы Хорошо Добились своего Соло Практически Тоже имеет Меку Дэнает Мишка Ну и Вовремя Вовремя Сейчас квапу Может убить Нет Квапа Живет Квапа Живет И Нечер Профит Убивает Все таки Его Поздно БКБ Включил Очень поздно Какие-то вообще Непонятные вещи Где-то Размены По одному Где вообще Что Мне кажется Просто Если сейчас Одна из команд Соберется И пойдет В какой-то Ну Спланированную Атаку В какую-то Она просто Выиграет Эту игру Отмечал Вчера Что Порой Такие игры Комендит Сложнее Вообще Чем Что-либо Попал Аппарат Кстати Медалька Есть у Шадоу Демона Но почему-то На Рошана Она не была Использована Медведь Собирает Башер Я считаю Что это Хреновая Сборка На мишку Ранний Башер Потому что Скорость Атаки Слишком Маленькая Даже Под четвертым Рэббидом Скорость Атаки Очень Маленькая Включил Ульт Выключил Ульт Магнус Покупает Себе Блинк Седова 2-3 Найчер Профит С меккой Женек 800 ХП Уже Нормально Поднялся По красоте Клопа Тут Дагерит В крипов Ну и что И видимо Фо Фрэнс Все таки Надумали Идти в Какую-то Атаку Ну что ж Посмотрим Как они Ее проведут У них есть Дарксир Со второй Стеночкой 15 Почти 16 Можем там Скоро Третью стенку Ставить У них Есть Медведь С Аегисом Они Видят Квапу Выходит Вперед Лайфстиллер Танкует Торгует Лицом Хорошо Грамотно Ставят Фо Фрэнс Не в куче Куда влетать Магнусу Непонятно Магнусу Конечно В такие ситуации Очень тяжело В таких ситуациях Играть Мишка Отбегает Почему-то Очень-очень Далеко Его бы как-то Захилить Конечно Было бы не лишним Но как его захилишь Да никак Квапа Фокусит Шадоу Демона Лайфстиллер Вгрызается в мишку Ульт от Оперейшена Хороший ульт От Оперейшена Прячут Чен Ульт от Квапы Стирает Все-таки Одного ульт От Магнуса Неплохой ульт От Магнуса Женек Умирает Все-таки Чен Шадоу Демоном Тоже в таверне Квапа уходит Мег от Соло Но Лайфстиллеру Здесь очень тяжело С таким количеством Иллюзий Очень много На Магаун Получает Переключает Армлет Как может Живет Жотом Медвед И Включает Выключает 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 Включает Умирает Три в два Размен Безусловно В пользу Команды Фу Фрэнс Потому что Они потеряли Только двух Саппортов Сами же Остались Живы Втроем Три самых Раздающих Героя Опасных Не влетает Ульт от Оперейшена Только Краешка Цепляет Фоксит Мишку Да Мишку Наверное Убьют Сейчас Убивают Мишку Оперейшен Получает 100 золота Нет На Чирпрофит Получает 100 золота Да Грыз пеньками Видимо Вызывает Тут же Нового Но все Правильно И что Мы видим Видимо Уже Есть Башер Да Башер Есть У медведя Плюс Еще 600 Монет Осталось Хекс У Дарксира Все Неплохо Все Неплохо Уфо Фрэнс И Кажется Мой Кэпский Прогноз Что Кто Первый Выйдет В организованную Атаку Тот и Выиграет Сбывается Потому что С этим Аегисом Вот сейчас Например Можно убить Медведя Вы его Сейчас Убьете А у него Аегис Привет А он Вообще Улетел И еще Успел Медведя Блин Кануть До Нанесения Урона Нормально Все Смоуганг Не удался Ну что ж Теперь В организованную Атаку Можно так сказать Выходят Как раз таки Игроки Команды 3D Гирокоптер С флэком Очень здорово Настреливает Очень Очень хорошо Все делает Отбивается Даже Немножечко Подставляется Ну и Пытаются Не отпустить Нет Аппарат Уходит Ну все Здесь конечно Должны уходить Давайте Последим За ракетой Это Увлекательно А нет Я думал Она полетит Дальше Так Не интересно Лайфстилер Практически Имеет Дезолятор Давайте Натворс Включим 11000 Гирокоптер 10000 Дарксир И медведь С девяткой 10000 Профит 9000 Клопа Ну преимущество Команды Фуфрэнс Оно ощущается Как-то Вот 4000 Золота 2000 Опыта Все в них Отлично Чен собирает Аганим Ой-ой-ой Что творит Дарксир Улетай отсюда Что ты делаешь А квопа уже здесь Отлично Ульт Чена Дарксир Выпивает бутылку Пытается жить И умирает Великолепная игра Дарксира Все сюда Пацаны Здесь была где-то Квопа Мы ее найдем Очень много Необдуманных Нападений То есть я вижу Я нападаю Но я не думаю О том Что может быть Как это вообще Нужно Мне не нужно Вот зачем Сейчас нужно было Дарксиру Нападать На этого Профита Да вообще Незачем Было нападать Он бы Он бы его Не убивал Это было видно То есть даже Если бы У профита Не подошла бы Квопа Он бы его Не убил Он просто Поставил стенку Дал вакуум Хекс Все у профита Слишком много ХП осталось Он просто мог Дать свой ТП И уйти И ничего не сделать Дарошану еще Очень далеко Медведь с башером Неплохой Дизейблер Как ни крути Но скорости Атаки ему не хватает Перфект микроскиллс От аппарейшн Не на самом деле Все нормально Он сделал Забавнейшая ситуация А ну Дарксир Это тоже был Хотел сказать Что соло Дарксир Не убил А что Соло Шадоу Демон Убил Подумал Что соло Шадоу Демон Сложновато Было Профита Убить И понял Что действительно Это был Не соло Шадоу Демон Ой Оперейшн Настанет Очень больно Ну где твой БКБ Юзай Конечно Чего ты ждешь Пока он В тебя Вгрызется И все Этого лайфстилера Может попытаться Убить сейчас Нет Он грамотно Сел в крипа Все грамотно Сделал Но теперь Ему нужно Ехать до конца Ехать до победного Вылез Вылез Дает Тпшку Можно было Тпшку И башером Сбить И корнями Но не повезло С первого удара Корни не прошли Фуфрендс Медленно Но Уверенно Идут Заканчивать Эту игру Я бы даже Не сказал бы Что они лучше Играют Но просто Знаете Такое ощущение Что это Такое Постановочная Игра И фуфрендс Не должны Победить Ну вот Как-то Они идут И побеждают Естественно Пытаются Отбиться Игроки Команды 3D Но Медленно Но верно Все таки Фуфрендс Их жмут 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 Мне кажется Дожмут Хотя Может быть И не дожмут Я так понимаю С фпс Сегодня все Окей Раз Вайн Ну Мне никто В личку Не написал Может быть Что-то Есть в чате Но чат Я пока Не мониторил Во время Игры Но в любом Случа Вчера Это появилось Уже в личке После первой Игры Я очень рад Что все нормально Вот гиперстон Вот это вот Хорошая Вот это молодец Медведь Все понимает Все знает Только почему Сначала не собрать Кирасу Которая полезна Всей команде А потом покупать Башер Я не понимаю Ну реально Кираса Она очень крутая Это очень крутая Штука Полезная А Башер Это не очень Крутая штука Это неплохая Шмотка Но Учитывая ее стоимость Учитывая сколько Она всего дает Не так уж Это и круто Квопа Собирает Хекс Есть у нее Арчит Будет такая Дизейблящая Квопа А у Гирокоптера Практически Бабочка Бабочка Это приятно Дезолятор на Лайфстилере 1-2 Вот сейчас Спалили Варды Свои По-моему Спалили Варды Свои Игроки Команды 3D Потому что Влетела сюда Ульта Хотя я не понял Какие варды Вообще Вот стоит вард Но он же ничего Не видит Да действительно Странно Может быть мне Просто показалось В роли Обороняющейся Стороны Сейчас ForFriends Некоторое время Находится Причем Мне вот кажется В данной игре Кто нападает А кто защищается Продиктовано Чисто Каким-то Вот просто Ну желанием Скажем Хотят напасть 3D Они идут вперед ForFriends Это видят Отступают Сейчас наоборот Ситуация ForFriends Идут вперед Вот просто Смотрите на это Забавная тема Ну хотя Преимущества Такого большого У кого нет Но я так понимаю ForFriends На самом деле Хотят вот за этого Парня побиться Отличный Смог Его было видно Но если на миникарту Не смотрели Могли и не заметить Вбегает медведь Начинает бить Рошана Знают ли об этом Игроки команды 3D Ну не знают Но догадываются А вот теперь Сейчас узнают Медведь видел Что Operation Пустил туда Уйду Грамотно Увернулся Это он молодец Конечно Поймали Поймали Нойза Нойз Умирает Есть ли байбэк У Нойза У Нойза Есть байбэк Баш в профит И Дарксир Байбэк Что он там делал Непонятно А кто его захексил Профит Да у профита Уже есть коса Достаточно быстрая коса Надо сказать Магнус вообще В этой игре Не заметен То есть Инициативы От Магнуса Минимум Ну и на самом деле Магнусу очень тяжело В такой игре Где Нету четкой Четкого нападения Четкой защиты То есть Кто-то где-то нападает Кто-то где-то защищается А драки Как таковой нету Уже долгое-долгое время Профит Сплитпушит На топе Попытка Номер 158 Убить Рошана На этот раз Нет Все еще с Мишкой Гиперстоун Есть у него Плайтмейл Летит ульт Апорейшн Влетает В двоих Даже в троих Можно сказать Ну все Отдали Рошана Отдали Рошана Попытаются Поменять его Сейчас на две вышки Ой как больно Гирокоптер То стучит Ничего себе С бабочкой Урона то как много И скорость атаки Хорошая Лайфстиллер Там затерпел Немножечко Гирокоптер 8-1 между прочим Вот по-моему Гирокоптер Один из лучших Игроков В этом матче Потому что Как-то от него Меньше всего Заметно Вот этого Ненужного Экшена Да и Статистика У него Лучше всего Он всегда Там где Нужно В общем-то Там где Ненужно Его Нету Ну посмотрим Может быть я Не прав Может быть Сейчас он Тоже Нафидит Я честно Гракет Я даже Не помню Вопа Влетает Мишку Дает ему Арчит Сайленс Ой как Хорошо Ульт Минус Аегис Не нужно Отсюда Уходить Ну вы что Что-то Странное Происходит Дотягиваются На Лайфстиллер Ну конечно Нужно Нападать Здесь Ой какой Магнус Ну наконец Он попал Лайфстиллер Правда Получает Ракету Ставится Стенка Лайфстиллер Минус Отличная Стяжка Гирокоптер Даблкил Дарксир Тоже Даблкил Замечательно Минус 4 Вразмен на Аегис Ну вот Первая ульта От Магнуса Была хорошая Ульта Но Ее не хватило Лайфстиллер Получил как раз Ракету Да и урона То в общем Не было Как такового Все же Провязали Не ульта Аквапы Ничего А гиро Успел включить БКБ Что очень важно И практически Не получил урона Профит Сплитпушит Здесь Возвращается Чен Отбиваться от него На миде Не знаю Кто возвращается На миде Просто сова будет На нее сейчас Сал можно повесить Не просто Отступает Квапа У нее есть ТПшка ТПшка есть ТПшка есть Просто Фидит Чен Или Можно сказать Что он Задерживает Немножечко Соло Соло Дает Мека Меку Но в этот момент Падает Вышка На миде Квапа Убивает Все таки Чена Но вышка На миде Сломана Ой Можно Можно сгрызть Барак Ну грызите Его конечно Ой Какие Такие Вообще Осторожные У гирокоптера Есть байбек У медведя Есть байбек Или нет Не у медведя Нет байбек Но гирокоптер Мне кажется Мог пожертвовать Байбеком И просто остаться Расстрелять этот барак Все Сейчас был бы Минус барак Решили отступить Возможно Тоже правильное решение Потому что 4600 гирокоптер И в целом Преимущество Команды Фо Фрэнс Достаточно большое Зачем рисковать Минус шестая вышка У команды У команды Фо Фрэнс Ну и собственно Игра по вышкам 6-6 Но 1-2 вышка Осталась У команды 3D Демон От гирокоптера Да я думаю В гирокоптера Могут верить Фо Фрэнс Он реально неплох В отличии От медведя Медведь тоже Не сказать что Особо какой-то Ужасный Но просто По факту Именно по факту Гирокоптер Прям Играет Как истинный Кэрри То есть Практически Не отдается При этом Наносит Огромное Количество Урона А медведь Скорее Этот урон Поглощает Работает Как такой Как груша Боксерская Медведь Для битья Но оно В принципе Правильно Другой вопрос В том Что Хорошего Медведя Его Попробуй Поймай Вот Вспомните Как играет Адмирал Бульдог Он что В драке Что На линии Он сам Практически Никогда Не подставляется В лучшем Случа Ты его Суммона Фокусишь Убить Невероятно Трудно А здесь Как-то Ну Медведя Легко Находит Понятно Что Есть Профити Есть Клопа С Лайфстилером Все это Быстро На него Вылетает И он Бедный Несчастный Терпит Пенечки Пенечков Прожигают И мог Заметить Ооо Шадоу Демона Молодец Молодец Просто Просто Молодец Если Ты идешь В смоках Нет Ничего Лучше Чем Взять И ударить По Пенечку Конечно Что Он Делает Что Он Делает Куда-то пошел Один Мог Просто Напросто Здесь Умереть Профит Собирает Манту Ну Это Будут Минус Бараки Кстати Если Сейчас Никто Не вернется Да Возвращается Клопа Все Возвращаются Но Это Минус Бараки В любом Случа Все Минус Бараки Можно Уходить Хотят Еще Догрызть Последнюю Сторон Догрызают Отходят Да Молодцы Молодцы Все правильно Они сделали В прошлый раз Что отступили И были уверены Что без Фортификация Смогут Зайти И сломать Эти Бараки С Мишкой Хорошее Решение Был Неправ С другой стороны То что Они их так Легко Зашли И сломали Это Немного Согласитесь Странно Ой Сейчас Будет Драка Ну Драка Давай Махач Квапу Поймали Прикопали Убивают Квапу Да Забашли Убили Шадоу Демон Уничтожает Профит Тем временем Сплитпушит На топе Портификейшн Ну им сейчас Просто пойдут Сломают Все что захотят Магнус Магнус тоже Здесь Не Медведь то Ломают базу Скирасли Быстрее Правда Пока что Бэкдор Ой Такой Вообще Хекс Магнуса Ракета Магнуса Сурж Твозит Дарксира Неприятного Магнуса Он хотел Конечно По другому Сделать Он хотел Сам Убежать А в итоге Сейчас Он умрет Его Жжет Щитком В него Направлена Ракета Вакуум И Ракета Его Убивает Тем временем Медведь Медведь Сгрызает Лайфстилера Вместе Шадоу Демоном Встречают Его Как то очень Странно Все Получается То мы Делаем ТП То мы Не делаем ТП В итоге Медведь Остается Еще Кого то Убивает Запирает Ему Сумона Все Сумона Убили Но он Сейчас Просто Руками Растерзает Бедного Аппарейшна Нужно Вызывать Нового Мишку Что он И делает Чен Уже Здесь Ульт Аппарейшна Пошел Пытается Захексить Нет Прячу Нечер Профита Закрывает Он себя Пытается СТП Есть Баш Неужели Ни один Баш Не пройдет Профит Просто Лакер А ну и Медведя Блинканул После парочки Ударов Решил Что не стоит Драться Профит Собрал Против Корней Манта Я так Понимаю Минус Верхняя Вышка Магнус До сих пор Не разультился Ну то есть За последние Минут 5 После вот той Ульты Сверху Он Больше Он не ультил Его прикопало Как раз таки Можно Второго Сумона Убить Сейчас Мишка Останется Без медведя Отлично Все Теперь Только Уходить Можно Но медведь Зачем Танкует Дарксир Вакуум Стенка Отличная Но урона Нет никакого Гирокоптер Влетает Вот сейчас Гирокоптер Может насувать Очень больно Квапа Минусует Шадоу Демона Соло Соло Живет Дарксир Все таки Убивает Квапу Минус Магнус Гирокоптер С телетапками 4000 У него Осталось И нужно Сломать Конечно Бараки Это цель номер Один Для команды For Friends Но сломать Их очень тяжело У них Мишка Без Сумона У них Чен Очень битый У них Нету Ничего Телепортирует Мишку Домой Чтобы он Тут Не светил Я извиняюсь Что-то аж Аж поплохело Глядя на эту игру Ну Как я и говорил Пока что Вот Причем Реально Это Было Тяжело Предсказать Ну Согласитесь Здесь может Все повернуться Как угодно Еще Но такое ощущение Что просто Все расписано Когда кто Должен что поменять Потерять Какую сторону Вот сейчас Они потеряли Мид И For Friends Продолжают Медленно Но верно Давить Хотя На самом-то Деле For Friends Если бы нормально Подрались Хотя бы разок С вот таким вот Гирокоптером 21К Бабочка МКБ Травела БКБшкой 1800 Еще в запасе Они просто выиграли Эту игру Ну Они этого не делают Когда гирокоптеру Сделают нормальный Скин В 2015 Году Наверное Не знаю Действительно Я уже привык К этому скину Ну конечно Скин у него Мягко говоря Он должен выглядеть Как я не знаю Как К-52 В худшем случае А не как Ан Какой-то там Это вообще Не получается Не вертолет Которым должен быть По идее Гирокоптер А какой-то Самолет Вот посмотрите На такого героя Как лайфстиллер Чувствуется Мощь Прямо Страшный Герой На вид Посмотрите На медведя Где ты Есть-то Посмотрите На медведя Здоровенный Силач Просто И панда Его огромной Лапой лупит Дарксир Ну Дарксир Пусть и Такой Весьма Несуразный Но В принципе Он отражает Свою суть Такой Маг Какой-то Шадоу Демон Чен Все как-то Соответствуют Своему виду И Какая-то Банка Банка В виде Гирокоптера Хекс Получает Нойс Медведи Пытаются Стереть Стирают Опять Сумона Опять Есть новый Нужно Его вызывать Вызывает А он Сразу Не вызывает Потому что Медведь Получал Урон Нельзя Было Использовать Эту Способность Да Теперь я Понял Почему По Несколько Секунд Ну Просто Да Хотя бы Просто Не на Саму Модель Гирокоптера А на Модель Пилота Вы Посмотрите На Этого Человека То есть Вы Понимаете Если Он Чуть Чуть Назад Сильнее Отклониться У него Усы Замотает В пропеллер И Все Закончится Трагично Рошан Рошан Кстати С сырком Уже Ну Будут Драться О Дарксир БКБ Рошана Убивают Нужно Цеплять Аегис Его Никто Не Поднимает Аегис Продолжает Лежать В итоге Кто его Берет Лайфстиллер Гирокоптер Сверху Настреливает Из идеальной Позиции Магнус Опять Не успел Ультануть И Сдок Как Последний Не успел Ультануть Получает Хекс Лайфстиллер Лайфстиллера Тоже Убивают С большим Преимуществом Драка Заканчивается Для Фо Фрэнс Они Отлично Зашли Дарксир Кстати Отличную Вещь Купил Вот Это БКБ Чтобы Его Там Не Силенсили Ну И Фо Фрэнс Должны Дожимать Уж Теперь Там Сыр По-моему Остался У Квапы Или Нет У кого-то Остался Сыр Или она Тоже В драке Провязала Если Так То Все Вообще Плохо Да Все Именно Так У Чена Аганим Влетает Квапа Влетает Лайфстиллер Ультатопорейшн Неплохой И Стулиайнер Уходит В гос Скипетре Здорово Лайфстиллер Остался Один Среди Врагов Дает Ему Шадоу Демон У всех Гасты Все За счет И не могут запушить Опять Не могут Преимущество Должно быть Уже очень большим Да Паука-то Он очень большой По золоту Не такой большой Потому что Как это происходит Беготня Непонятная Аганим У Чена Это реально круто Каждые 30 секунд Хил Шадоу Демон Каким-то чудом Тут вообще Спасается Лол Давай уже ТП Не Все До свидания Одну секунду Весна на улице Поэтому Минус 20 Поэтому приходится То открывать То закрывать Окно Но я думаю Открывать я уже Больше его не буду Шли годы Гирокоптер Собирался Медведь Собирался Магнус Продолжал Копить Ульту Может Седой Думает Что Если он Не Развольтился Парочку раз То в следующий раз Он может Три ульты Подряд Выдать Кура Сдохла Со смоками Где-то Вообще Тут распластало Просто Посмотрите Рошан Мертвый Оп Идут Пушить Пушить Видимо Последнюю Сторону Которая Осталась С вышками Ну а Почему бы И нет Вышки Это золото Можно Очень легко Приподняться Сейчас Гирокоптер Купил Лайфстил Это очень Очень полезно Для него С таким Количеством Урона И выживаемости За счет Бабочки И ВКВ То есть Маги Его не Пробить Физуроном Его пробить Тоже Не так Просто Бабочка Все-таки Многое Дает В этом Плане Ну и Отлично Он отхиливается У самого Урона Много Есть МКБ Посмотрите Просто Как Медведь Сносит Вышку У медведя Там тоже МКБ У медведя Кстати Говорят 250 Плюс Ну 260 Урона Это реально Много Ооо Сейчас Соло Может Затерпеть Нет Соло Дает ТП Ну и гирокоптер Может дать ТП В любой момент У него Телетапки Он сейчас Просто отпушит Эту линию И спокойненько На телетапочках Вернется Лучше Горять Вместо этой игры Сыграл бы я В паблик Да нет Не лучше Ну игра Ну игра Реально Это была Клапа Байбэк А что Как так Получилось Что ее Так застанило На такое Долгое Время Что ее Просто Успели Захексить И И не Выпустили Из хекса Очень странный Момент Магнус Реверс полярити В одного гирокоптера Вдвоем Вообще Здесь никого нету Прилетает профит Поздно Шадоу демонов Все таки смогли Размять Гирокоптер Отлично Отлично Атакует Всех разрывает Убивает Нечер профита Остается Женек За Женьком Уже Да Женька Просто двух ударов Разложил Лондруид Ну и живут Живут до сих пор 3д Не сдаются Минус гирокоптер Все таки с ульта Ну минус Теллианер Без байбэка ГГВП Пишет соло И эта игра Закончилась Невероятная Мне нечего сказать Просто Для Понимания того Почему я молчу Но мне просто Нечего добавить К этой игре Замечательная игра Медведь победил Отлично Поздравляем команду ForFriends У них остается 5 поражений Они Реально неплохо идут Где-то будут Вверху Турнирные таблицы В верхней половине Поздравляю Гирокоптера С отличной игрой Уйдем на небольшую рекламу После чего Я покажу вам видео Виртусовское Эпичнейшее После чего К нам присоединится Смайл Скорее всего Будем смотреть Следующую игру Уже вдвоем Смайл